Это кадр одного из самых нашумевших пожаров 20-го года. Исчезло еще одно старинное здание на Пролетарской. Соседи были уверены, заброшенный дом случайно подожгли бомжи. К счастью, пожарные быстро устранили огонь, и никто не погиб. А ведь всего за год огонь унес жизни 178 жителей края. Умерло 8 детей. 70% техногенных пожаров произошло в жилом секторе. Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электротехнические причины. Он прям сильно смотрит, говорит. И прям дом, Саша. Прям дом. Люди есть, он уже говорит. В доме люди есть. Буквально на выходных на переулке Ядринцево произошел серьезный пожар, в результате которого одна часть здания сгорела полностью, не обошлось без жертв. Мужчина с 40-го года рождения был найден мертвым. Также пострадала женщина с 49-го года рождения. Она получила травмы и была госпитализирована. В деле сейчас разбираются следователи. По их данным, хлопок газовоздушной смеси мог произойти в результате действий сотрудников газовой службы, которые находились в доме в день пожара. Всего лишь за год в регионе произошло более 13 тысяч возгораний. Ущерб на 20 миллионов. Об этом сегодня сообщили в главном управлении МЧС. Кстати, сегодня здесь же озвучили, что в связи с пандемией малый бизнес не будут кошмарить проверками МЧС. В этом году у нас субъекты малого бизнеса не проверяются. И, как я уже сказал, были внесены изменения в план. Более 500 проверок мы исключили. К слову, некоторых предпринимателей стоит проверять почаще. В 2020 году сотрудники МЧС выявили почти 150 нарушений на турбазах края. Чтобы спастись во время пожара, например, на турбазе «Горное солнце», туристам приходилось выпрыгивать с третьего этажа. Так что к гибели людей может провести любая халатность. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.